Сверхмягкая денежная политика может быть опасна для стран, которые ее проводят, и их центробанки должны тщательно отслеживать риски. Об этом министр финансов России Антон Силуанов заявил на московском саммите группы 20, который собрал глав Минфина ФЦБ. Тем временем стали известны положения коммунике, которые подпишет форум. Оно осудит конкурентное ослабление валют, но с важной оговоркой. Монетарная политика G20 должна вести к стабильности цены и восстановлению экономики. А это развязывает руки странам, которые ослабляют валюты. Другие пункты тоже мало к чему обязывают. Государство G20 обязались принять надежные среднесрочные фискальные стратегии. Но сроки и цели не указаны. Но тем не менее форум дал России шанс укрепить влияние в мире. Например, Владимир Путин вновь предложил реформу квот МВФ, что усилило бы позиции Москвы. Он также пообещал защищать экономические интересы России с помощью мягкой силы. Эксперты не исключают. Это попытка сгладить заявление Генштаба, где как раз перед саммитом сообщили, что нам следует готовиться к воинам за ресурсы. Это не очень хороший сигнал, особенно в том, что касается упоминаний об армии. На самом деле многие инвесторы на Западе все еще воспринимают Россию во многом как большую страну, как Советский Союз в некотором смысле. И вот то, сказать, наследие, которое нам досталось еще оттуда, конечно, это будет вызывать определенные неприятные ассоциации у мирового сообщества.